Получить хороший урожай невозможно без механизации. Вот почему ЗАО «Собхоз имени Ленина» так тщательно готовится к ежегодному техническому осмотру. 12 апреля 2021 года в 9 часов утра на территории мехмастерских были выстроены в шеренку тяжелые трактора. Перед началом механизаторы собрались в цеху для ознакомления с порядком проведения технического осмотра. Инспекторы тщательно проверяли работу световых приборов, поворотных огней, рукового сигнала, наличие аптечки, люфты рулевых тяг и, конечно же, исправность тормозов. Трактора в совхозе в основном импортного производства и с ростом курса валюты растет и стоимость запасных частей для них. На смотре, кроме инспекторов, присутствовал и начальник отдела полеводства Зинин Владимир Иванович. Вот что он сказал нашему каналу. Сегодня в нашем хозяйстве проходит ежегодный технический осмотр тракторов и сельхозмашин. То есть сегодня наши механизаторы как бы дают экзамен своей зимней работы по подготовке тракторов и сельхозмашин. Вот сейчас процентов нам уже 85-90 инспектора гостехнодор проверили. Пока все отлично. Поэтому уверен, что весеннюю пищевую кампанию мы проведем хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 12.30 технический осмотр завершился. Механизаторы собрались вместе и главный инженер Петров Александр Михайлович коротко подвел итоги. Он попросил относиться к технике Бережа. Исправим все наши недочеты, какие есть. Три единицы не прошло техосмотр. Это самый старый трактор 81-го года выпуска, у которого неисправна тормозная система. Подведем, исправим. Как говорится, до пылевых работ время позволяет нам это сделать. Один экскаватор-погрузчик. На ферме тоже незначительное замечание исправим. И электропогрузчик. Там рулевое колесо, будем разбираться. Вот. Вся остальная техника довольно в хорошем состоянии находится. Готова к пылевым работам. На пуске, скажем так, трактористам. Ухаживать, беречь. Цены с каждым днем на запчасти, на горюче-смазочные увеличиваются. Все это знают. Самое главное, относиться бережно. То, что мы провели работу за зиму, чтобы это, скажем, до зимы, сохранить в работоспособном состоянии техники. Технические инспекторы похвалили ЗАО за хорошую подготовку к осмотру и поставили оценку коллективу 4С+. Понятно, но ваше предприятие передовое в нашем районе, в Ленинском, передовое тем, как вы относитесь к технике, как вы ее ремонтили. Ремонтируйте, восстанавливайте, эксплуатируйте. Вот здесь надо вас похвалить. Молодцы. Все ваши службы молодцы. И видно, что за техникой ухаживают, за техникой смотрят. Это хорошо. Суббариш? Да. С моей стороны проверено 59 единиц самоходных машин и прицепов. 57 из них прошли технический осмотр. По результатам хочу сказать большое спасибо руководству и вам. За подготовку видно, что проделана огромная работа. И пожелать, чтобы вы эксплуатировали технику без происшествий, как минимум до следующего технического осмотра. Пожелать всем здоровья, здоровья вашим семьям. Ну и удачи в работе и в жизни. Спасибо. Главное, что инспектора сказали, вы молодцы, хорошо подготовились. Она говорит, готовы, я так понимаю, к полевым работам. Зоя Ивановна тут бы сейчас рассказала, что вам в этом году предстоит сделать. Но она сделает это в пятницу на собрании на общем. И да, Александр Михайлович, выступая на собрании, будет говорить. Наш цех подготовился лучше всех не только в районе, но и в области. Так что с этим я вас и поздравляю. У нас сегодня после обеда отдых у некоторых. Ну, большую часть. А там уже ждут, экскаватор один ждут, я смотрю. Поэтому это, так сказать, экзамен перед весенней полевой, компанией, которую вы, я надеюсь, вместе с нами пройдете успешно. И опять лучшее хозяйство в Ленинском районе, в Московской области. В Ленинском районе уже не осталось хозяйства. Отнес. К сожалению, да. Не с кем соревноваться. А в Московской области вы лучшие. Так что поздравляю вас с счастьем, успехом и главное здоровьем. Давайте. Все хорошо. Заместитель директора, главный агроном Зоя Ивановна Целыковская высказала надежду, что техника в жаркий период полевых работ не подведет. И все будет хорошо. Главное, чтобы это мое довольное состояние сохранилось весь сезон. Чтобы не получилось так. Выехали в поле назад, вернулись уже на ремонт. Вот это для меня будет удар в камень. Я надеюсь, что этого не будет, что все будет хорошо, мы сезон отработаем. Ребята у нас молодцы. В самом деле, к технике относятся замечательно. А потом у нас такой замечательный главный инженер пришел. Он просто инженер, наверное, от бога. Как он относится? Конечно, он еще не такой профи, но так, как он относится к своему делу, у него большое будущее, как у инженера. Ежегодный технический осмотр, который мы проводим в совхозе имени Ленина, показывает очень хорошие результаты. В среднем процентов 10 техники не подготовлено или имеющие небольшие недостатки. Но в основном очень хорошее качество подготовки. То есть есть бригада слесарей, это чувствуется. Есть электрик, который устраняет недостатки. И руководство, которое уделяет очень большое внимание подготовке техники к усевной. По большому счету мы очень довольны. Директор ЗАО Павел Николаевич Груденин высказал глубокое удовлетворение проделанной подготовительной работой. И рассказал, что в ближайшую пятницу пройдет большое собрание трудового коллектива, на котором будут подведены итоги и поставлены новые цели. То, что ребята прошли очень хорошо, это радует. Мы каждый год проходим техосмотр лучшими. То, что одна единица трактора не прошел, я имею в виду сокринестные, но это в принципе ничего страшного, потому что действительно 81-го года трактор, ему 40 лет. Но 129 единиц было представлено, из них 3, в том числе один электропогрузчик, меньше 2%. Так что нет, это нормальный показатель. Остальные машины будут доделывать и покажут в другой раз. В пятницу что будет? Уже планерка? Общее собрание будет. Совхоза будем подводить итоги, рассказывать людям, как жить будем в следующем году, обнародовать годовой отчет, принимать коллективный договор, какие льготы будут в следующем году, что будет сделано. Сейчас идут общие собрания по цехам. Вот еще один, видишь, такой же, который считает, что он выше закона. Ставить здесь машину нельзя, в зоне пешеходных переходов, прямо на проезжей части, но это уже второй день. Пожелаем и мы удачи труженикам полей. С вами, как всегда, был ТВ Совхоз. Хорошего весеннего настроения и, пожалуйста, не забывайте нас поддерживать репостами, лайками, комментариями и посильными пожертвованиями. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok